Гидравлический пресс-гигант, предназначенный для ковки уникальных слитков, занимал отдельный пролет. Появился он в цехе совсем недавно. Алтунин видел, как его монтировали, как чуть ли не на 15-метровой глубине устанавливали массивные подколонные плиты. И никто не сомневался, а Сергей меньше всех, что бригадиром на уникальный гидропресс назначат именно его. Конкурентов не было. Да и претендентов на управление такой махиной, кроме Алтунина, пожалуй, не существовало. Скатерщикову Алтунин сказал, мне бы паковать бы на том прессе немножечко, ну хоть самую малость. Без этого жизнь будет неполной, как у человека, не побывавшего в Большом театре. Голубая мечта. Ну, куешься еще, заверил Скатерщиков. Считай, что уникальный гидропресс у тебя в кармане. И сейчас Алтунин был убежден, что начальник цеха вызывает его именно за тем, чтобы объявить свое решение. Все, Алтунин, принимай-ка большой пресс, и ни пуха тебе, ни пера. Самарин повел себя не очень-то дружелюбно. Капризно, выпитив нижнюю губу, заговорил он не о гидропрессе, не о том, что пора формировать бригаду, а о делах, которые никакого отношения к работе цеха не имели, да и вообще мало касались начальника цеха. — Звонил я декану на ваш вечерний факультет. — Плохо учишься, Алтунин. Опять долги накопил за семестр. — Понимаю, тяжело учиться бригадиру, но мы-то со своей стороны стараемся создать тебе щадящие условия. Разумеется, когда позволяет план. — Подтянусь ее, Михалыч. — А за щадящие условия — спасибо. Накуешься за смену, а потом хоть ремнями к стулу пристегивайся, наподобие самолетного пассажира, чтобы во время лекции, задремав, не сползти на пол. — Ковку затянули вы. Вот что. — Не меняй ворчливого тона, — сказал начальник цеха. — А задание это срочное. Заказчик за горло берет. — Поднажми, Сергей Павлович. Знаю, у тебя годовые экзамены на носу. Но тут уж апеллирую к твоей сознательности. — Да мы же ковку-то почти закончили, — отозвался Сергей. — Недельки через две заказ сдадим. — Ну, две недели, согласен. И вот еще что. Скатерщикова мы у тебя забираем. — Куда? — Не догадываешься? Вырастил орла, пора ему вылететь из гнездышка. Сперва берем на комплексное опробование уникального гидропресса, а потом станет тут бригадиру. Понимаю, как жалко тебе отдавать дружка, да что поделаешь. Ты у нас и в прямом, и переносном смысле кузница кадров, рабочий учитель. Алтунин не верил собственным ушам. Скатерщикова — бригадиром уникального пресса. А голос Самарина рокотал и рокотал. Скатерщикова правильно воспитал, широко шагает. Это я сразу почувствовал, когда он в твое отсутствие одним рывком вывел бригаду на первое место. Конечно, Алтунин мог бы возразить. Бригада вышла на первое место не благодаря усилиям Скатерщикова, а потому что в течение года боролась за это. Правда, когда Алтунин был в отпуске, Скатерщиков постарался довести дело до победного конца. Но какими методами? Замордовал и машинистов, и подсобников. Двое, не выдержав его грубости, подали заявление об уходе. Алтунин едва уговорил их взять эти заявления обратно. Петенька любит пошуметь. У него все лентяи, все недотепы. Один он хорош. Крупные недостатки Скатерщикова как руководителя не стали достоянием гласности лишь потому, что Сергей всячески притушевывал их в глазах коллектива. Грубые выпады Петра умел обратить в шутку. Но наедине он выдавал дружку за это полной мерой. Случалось, что после таких объяснений они не разговаривали неделями. Пока над Скатерщиком стоял Алтунин, вздорный характер машиниста не представлял серьезной угрозы для коллектива. А что произойдет, когда Петенька сам сделается бригадиром? Да еще на уникальном гидропрессе не наломает ли дров? К сожалению, Сергей не мог высказать своих этих опасений начальнику цеха. Не хотелось, чтобы тот заподозрил его в зависти к Скатерщикову. Но Самарин, словно угадав что-то, спросил сам с обычной своей напористостью. Ну и как ты относишься к моим планам касательно Скатерщикова? Алтунин болезненно свел брови, сузил глаза, наконец, сломив что-то в себе, сказал, «Скатерщиков хороший машинист молота, но будет ли он таким же хорошим бригадиром на гидропрессе? Не знаю, ведь бригадир, как вы сами любите выражаться, это своего рода дирижер. Честно признаюсь, поручиться за Скатерщикова, как за дирижера, на все сто процентов не могу. Хватит ли у него терпения, ровного напряжения и сил? — Вполне разделяю твои тревоги и сомнения, — согласился Самарин. Но на кого в данном случае можно положиться на все сто процентов? Ты ведь тоже никогда не работал на такой машине. Ну а если имеешь в виду ерепенистость Скатерщикова, то, может быть, потому он и ерепеница, что способен делать больше, чем делает теперь. Тут, брат, наперед трудно сказать что-нибудь определенное. Развитие коллектива и руководителя — единый процесс. А Скатерщиков попадет в бригаду, куда будут сведены лучшие специалисты. Поживем — увидим. Так что можешь поздравить своего дружка. Пусть завтра с утра и начинает на новом месте. В первый же день официального назначения бригадиром на Большой гидропресс Скатерщиков сказал Алтунину, словно бы извиняясь. Ты же знаешь, Сергей, как я упирался. Все-таки уговорили. А с другой стороны взглянуть должен же кто-то. Почему не я? И вдруг предложил. Хочешь ко мне в операторы? У меня группа крови не та, — ответил на это Алтунин. Вечно ты с подковырками обиделся Скатерщиков. В таком случае я у тебя Сухарева забираю. С начальством согласовано. В бригаду Скатерщикова действительно собрали лучших из лучших. Тут каждый — яркая индивидуальность. Все приучены работать самостоятельно. Оступись, дебригадир, мигом подопрут, подправят. Возле уникального гидропресса сгруппировались сильнейшие и от них ждали какого-то чуда. До чудес, однако, было еще далековато. Пока что велось лишь испытание оборудования под нагрузкой. В испытании этом помимо эксплуатационного персонала участвовали монтажники, специально пусконаладочные организации, шеф-инженер и ведущий конструктор. И, в конце концов, приемочная комиссия, куда входил из Скатерщиков, выявила в работе пресса существенный дефект. Оказывается, проектировщики не учли утомляемость оператора. Гидропресс был рассчитан на такую быстроходность, что даже для Пчелекова, опытного оператора, нагрузка оказалась не по плечу. Посадили за пульт другого оператора. Результат тот же. При ковке на максимальном режиме оператору приходилось перемещать рукоятку управления то в одну, то в другую сторону раз сто в минуту. Дорогие товарищи, уговаривал ведущий конструктор, зачем вам максимальный режим? Берите средний, и тогда оператор утомляться не будет. Но главный инженер завода, Лядов, рассуждал иначе. Можно, конечно, работать и на среднем режиме. А если потребуется предельная быстроходность, нам ведь придется ковать то, что не под силу другим. Узкое место на уникальном гидропрессе не могло не привлечь к себе внимание порткома. Был брошен клич изыскать способы и приемы увеличения быстроходности пресса. За работу в этом направлении взялись партийная комсомольская организация кузнечного цеха, рационализаторы, бюро автоматизации и механизации. Да, жизнь кипела вокруг Алтунина. Его понуждали, придумай что-нибудь. А что тут придумаешь? Он и в самом деле ничего не мог придумать. Он ведь и ведущий конструктор тоже ничего не может. Конструкция пресса хороша, а проблема управления им до сих пор не решена. И, наверное, не будет решена, пока существует ручное управление. Здесь глубокий конфликт между возможностями машины и человека. Человек просто не успевает переключать рычаги и нажимать кнопки. Можно было бы, подобно скатерщикову, предложить программное управление гидропрессом. Да ведь как запрограммировать свободную ковку? Только бы Петенька с дуру не предложил свой коммутатор насмешить людей, скомпрометировать себя в глазах инженеров, а этого Алтунину не хотелось. В нем по-прежнему сохранилось покровительственное отношение к скатерщикову. Он с любопытством следил за каждым его шагом, чтобы в случае необходимости сразу прийти на помощь. И по-прежнему взвешивал Петеньку на своей широкой ладони, про себя тихо посмеивался над его позерством. Вел бы себя попроще, без всяких этих штучек-дрючек, и уважения от окружающих было бы больше, ведь кузнец-то скатерщиков отменный. Но именно то, чего Алтунин больше всего опасался, и произошло. Скатерщиков вылез со своим коммутаторным программоносителем на страницы заводского бюллетеня рационализации и изобретательства. Для начала он предлагал применить контактный электросигнализатор на арочном молоте. Ну а потом, когда испытания покажут эффективность этого устройства, его можно будет перенести и на гидропресс. Прочитав это, Сергей даже присвистнул. Занесло Петю. А, возможно, хитрит, набивая себе цену. Теперь от него можно ожидать любых курбетов. Как сказал юморист, фемьям славы глубоко вздыхать вредно. И до скатерщиков делались попытки автоматизировать кузечно-прессовое производство, да ведь все они наталкивались на непреодолимые трудности. Автоматизации мешало большое число типа размеров паковок, различные их конфигурации. Изобретателей и рационализаторов на заводе было немало. И служба управления ими, служба помощи им имела разветвленную структуру. Тут и бюро рационализации и изобретательства, и патентное бюро, и группа патентовведения, и группа технологии производства. С скатерщиков по совету Киры обратился прямо в патентное бюро. Начальник этого бюро, он же начальник бюро автоматизации и механизации, Шугаев отнесся к заявке кузнеца с большим сочувствием. В ней ведь нашла отражение заветная мечта самого Шугаева. Он уже много лет размышлял, как бы автоматизировать свободную ковку. По его команде разработкой предложения скатерщикова немедленно занялись многоопытные конструкторы и технологи. Электросигнализатор включили в план новой техники предприятия. Алтунин хорошо знал, что это такое. Автору изобретений как бы выдавалась путевка в большую творческую жизнь. Перед ним широко распахивались двери в высшие интеллектуальные сферы. Существует еще план организационно-технических мероприятий цеха двумя ступенями ниже. Туда в свое время включили деревянную подушку системы Алтунина. Хотя от реализации этого предложения сразу же был получен достаточно ощутимый технический эффект. А что удастся получить от электросигнализатора скатерщикова никто еще не мог предвидеть. И все-таки включили в план новой техники. Алтунин продолжал воспринимать все это как досадное недоразумение. Повозится, повозится и забросит, убедившись в практической непригодности электросигнализатора. Но слово было найдено. Электросигнализатор. Оно прозвучало по радио. Молодого изобретателя показали по областному телевидению. Безапелляционно объявили. Свободная ковка будет автоматизирована. Электросигнализатор Кузнеца-скатерщикова позволит увеличить быстроходность гидропрессов. Сергей решил, дальше оставаться безучастным нельзя. Пора привести Петеньку в чувство. Убедить, что он неправ. Усовести ведь. Алтунин все еще считал себя наставником скатерщикова. Хотя тот давно уже вышел из разряда молодых рабочих. Сам стал бригадиром. Сергей отправился в прессовое отделение. А я вот не вытерпел, сказал Алтунин скатерщикову. Решил посмотреть и на него, и на тебя, как управляешься. Ну и что? Успокоился? Порадовал, порадовал, Петр Федорович. Может, надумал ко мне в бригаду? Да где уж мне? Такого и в голове не держу. Зазорно, что твой ученик командовать тобой станет. А я не гордый. Если для пользы дело, то ведь не важно, кто тобой командует. Когда ученик командует, даже лестно. И моего труда частичка в это вложена. Известно, что иных гениальных людей воспитывали обыкновенные учителя и потом только радовались успехом своих воспитанников. Так вот и я. У нас, Кузнецов, все на дисциплине держится. Умей подчинять, умей подчиняться. Недисциплинированные помирают раньше времени. Что ты, Сергей Павлович, заговорил голосом Самарина? Не иначе какие-нибудь претензии ко мне есть? Претензий нет, а соображение одно имею. Хочешь, скажу? Скажи. Вычитал я в бюллетене про твое распредложение или изобретение и захотелось мне на проект твой своими глазами взглянуть. Что-то не доходит до меня главная идея. Копии проекта есть? В неограниченном количестве. Даже с собой в портфеле ношу. На всякий случай он порылся в светло-коричневом портфеле, толстом, как бульдог, вынул синюю папку. Читай и завидуй. То была схема с контактными релейными элементами, широко распространенными в технике. Весь рабочий процесс представлялся изобретателю как движение паковки между бойками и обжатие ее. Варьируя количество и последовательность этих движений с помощью автоматического устройства, можно, казалось, изготовлять на прессе различные фасонные детали. Все классически, просто, четко, на первый взгляд, убедительно. Автор проекта мыслил. И мыслил гораздо увереннее и оригинальнее, чем Алтунин. У Алтунина нет таких глубоких знаний электротехники, механики. Молодчина, восхитился он. Откуда у тебя все это? Жили бок о бок, а я даже не подозревал. Лицо скатерщиков опять просияло с обдовольной улыбкой. От целеустремленности. Это как же понимать? Я с самого начала решил выйти в изобретатели. И учился. Три курса института что-нибудь дозначит. Да и я вроде бы учился. Я учился без строек и зачеты вовремя сдавал. Вот в чем разница. У тебя на первом месте срочная ковка, производственный план, общественно-воспитательная работа, а у меня учеба. Понимаю, кто-то должен заниматься и планом, и общественно-воспитательной. Но я не могу разбрасываться. Время ценю. Да и нет у меня вкуса ко всем этим воспитательным экспериментам. Мало верю в их эффективность. Это почему же? Ты только не обижайся. Вот ты твердишь, нужно проектировать в человеке будущее. Не знаю, что уж ты во мне проектировал. Наверное, хорошего кузнеца. Ну, хотя бы. А для меня этого мало. Понимаешь? А сам себе ты что, запроектировал? Вечно стоять у арочного молота? Ты ведь за последние пять лет не продвинулся ни на сантиметр со своей проповеди скромности и деловой неторопливости. Жизнь — это школа, в которой все время нужно стремиться к переходу в следующий класс. Или ты, может быть, считаешь, что иметь большую мечту и рваться к ней всеми силами нескромно? Нет, я так не считаю. Каждый вправе иметь большую мечту. Но я все же за деловую неторопливость, за обстоятельность. Ну, и за скромность, разумеется. Твой проект хорошо составлен. И все-таки мне сдается, что ты лукавишь сам с собой. Я лукавлю. Возможно, искренне заблуждаешься. В чем? Ты, кузнец, и прекрасно знаешь, что удары и сотрясения во время работы вызовут саморазмыкание конечных контактов. А это может привести к остановке агрегата. Скатерщиков взял из рук Алтунина папку с проектом, сунул ее в портфель, щелкнул никелированным замком. Ты прав, Сергей Павлович, спокойно согласился он. Я это знаю. Инженеры-консультанты тоже знают. Но что из того? Вот ты заладил одно. Свободную ковку автоматизировать нельзя. И все тут. А я раньше тебя уловил тенденцию современного производства. Вот в чем она, моя сила. Что невозможно сегодня, будет возможно завтра. Пока ты возился с салажатами, выводил их в высший разряд, прогресс не стоял на месте. Ну, хорошо, разомкнутся контакты, агрегат остановится. А разве при ручном управлении они не размыкаются? То-то же. От того, что агрегат остановится на полчаса, прогресс не остановится. Бывай, старичина, я тороплюсь в институт. Когда Скатерщиков ушел, Сергей еще долго сидел в вестибюле. Он не был обижен. Перед ним появился словно бы другой Скатерщиков, самостоятельно мыслящий, высвободившийся окончательно из-под влияния его Алтунина. В Сергея будто бы что-то сдвинулось с места. А вдруг прав все-таки Скатерщиков? Коллектив поможет довести проект до совершенства. Втайне Сергей, может, даже надеялся, что Скатерщиков предложат ему войти в исследовательскую группу по освоению проекта. Но тот не предложил. Для него теперь Алтунин не авторитет. Субтитры создавал DimaTorzok